Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы очень рады видеть вас перед голубыми экранами. Мы очень признательны вам за преданность нашей передаче. И сегодня в рамках передачи «Непридуманная история» у нас вновь в гостях в студии наш земляк, выдающийся наш земляк, прекрасный профессионал, историк Владислав Акимович Гроссу, сотрудник, старший научный сотрудник, извините, главный научный сотрудник Института российской истории Российской Академии Наук. В общем-то, Владислав Акимович, спасибо вам, что вы в очередной раз приняли наше приглашение. И, в общем-то, сегодня мы с нашими телезрителями побеседуем, вы, точнее, с ними побеседуете и расскажете о том, что представляла из себя Молдавия накануне русско-турецкой войны 1806-1812 годов, и, в частности, Бессарабия, именно пруд Днестровского Междуречия, кто тут жил, каково было административно-территориальное деление, каково было демографическое положение края, и каковы были настроения людей, чем они жили, жили ли они хорошо, безопасно или наоборот. Вот. И, естественно, мы поговорим о итогах русско-турецкой войны, соответствующей для Молдавии в целом, для Бессарабии, для молдавского народа. И, может быть, затронем и некоторые иные вопросы, Владислав Акимович. Еще раз вам спасибо за то, что вы приняли наше приглашение. А теперь давайте по порядку. День добрый, Сергей Михайлович. Рад вас видеть очередной раз. Ну, тему, которую вы мне назвали, разить в нескольких минутах невозможно, но попытаемся. Тогда я был студентом первого курса. Это был 1956-1957 год. Я взял тему доклада на конференцию «Бухарестский мир» 1812 года. Должна была состояться какая-то студенческая конференция, но она почему-то не состоялась. И я этот доклад превратил в курсовую работу. Руководителем был у меня Михаил Павлович Мунтиан, вам минимум хорошо. И бывший вы преподаватель. Конечно. Ветеран Великой Отечественной войны. Совершенно верный ветеран, инвалид, достойный человек. Вот, который учился в Террасовском институте, потом в Киевском университете. А еще в Киевском университете, кстати. Вот, значит, вот с тех пор я, в общем-то, в этой теме. Да, вот когда я учился, Владимир Павлович Михаил Павлович, уже, как говорится, поменем еще раз его светлую память, он заведовал кафедрой истории Молдавии. Совершенно верно. Он заведовал кафедрой, и я с ним встречался после окончания университета, и мы были в добрых отношениях, поскольку я его знал с 1944 года. И он был на защите моего папы, который, защищав их на Харькове. А он был студентом наш отца, да? Он был студентом, он потом учился в Террасове, был ранен, провел какое-то время в госпитале. Ну, тогда у него заслуга была та, что на банкет по моему папе, по его защите, он достал где-то спирт. Вы знаете, что значит, помимо войны, достали спирт. Вот, значит, вот с тех пор, с 1956-1957 года, я в этой теме. Ну, и тогда была студенческая курсовая работа. Я помню, пользовался КОСО России на Дунае, Петров, война 6-12 годов. Ну, как вы понимаете, в студенческой курсовой работе источников уже не так много, но были. Время было, в общем-то, неплохое. Отношения у нас с румынами были хорошие. Никаких территориальных претензий не было ни со стороны румынского государства, ни со стороны румынских историков, ни со стороны румынской общественности. То есть всё придёт потом. Ну, о чём была смена руководства румынским историческим фронтом в связи со смертью Михаила Роллера. Был такой румынский историк. Ну, потом румыны издали «Семнердис» и «Румынь», выписки из разных конспектов Марша, которые показали, что румыны настроены на конфликт уже в 64-м году, и, собственно говоря, появились территориальные претензии. Но это было всё пока на подходах. А первый дискуссиум, который у меня был с румынскими историками, как раз по мессорабскому вопросу, мне пришлось выдержать в 1974 году на Балтанском конгрессе, который как раз проходил в Бухаресте. И затем, как член комиссии историков России и Румынии от этого СССР, Румыния, ну, я не знаю, сколько там. Чуть не на каждой встрече что-то похожее было. Так что я, как говорится, с Ренин и Воробей в этом отношении, вот, довольно спокойно относусь к этим вопросам, по правде говоря, поскольку к ним привык за десятилетия. За эти десятилетия, боже мой, чего только не было, а пришлось мне дискуссировать с крупными румынскими историками, я даже могу сказать самыми крупными. Так, если на то уж вошло, я знаю их аргументацию, знаю тот материал, которым они пользуются, ну и так далее. Румыны хотели бы с Арабии и Буковилов. Но, кстати сказать, они никогда не говорили, а что же они получили от России? И в итальянном плане. Ведь более чем третья часть современной Румынии была получена имя России, или благодаря России. Это уж надо сказать объективно. После русской войны 1735-1739 годов, благодаря России во многом, Воласья получила обратно Алтынию, западную часть Воласья. Ну, Воласья, вы знаете, делится на Монтене и Алтыни. Воласья, Алтыния, западная часть Воласьи, она была захвачена австрийцами. Не с 1739-й была в составе Австрии. По бюлгератскому миру, во многом благодаря России, Румынии, будущее и нынешнее, получило Алтынию 20 тысяч квадратных километров. После русской войны 1828-1829 годов по Адрянопольскому миру, благодаря только России, потому что, а мы сейчас Австрия, Воласья получила рая Браима Джурджу и Турну. Это прилегающая в Дунае территория, где были рая, когда-то, в Ретске. Территория 2,3 тысячи квадратных километров. Там порт Браила, самый крупный порт Воласья на Дунае. В 1878 году уже Румыния получила до Брюджи и Денту Дуная 15 тысяч квадратных километров. И в стратегическом, и в геоэкономическом плане важнейшего территория. В выход Черному морю, крупнейший уже орд на Черном море там станция, по-моему, сейчас там станция после Бухареста на втором месте по численности населения. Вполне возможно. Насколько я припоминаю. Ну, во время Второй мировой войны Румыния получила обратно северное расслевание 42-43 тысячи квадратных километров. Давайте мы все сложим. Получается более 80 тысяч квадратных километров. Это треть территории. Больше третьей территории в современной Румынии, которая составляет 237-238 тысяч квадратных километров. Власен Георгиевич, об этом русские историки стараются не вспоминать. А вы знаете, кроме меня никто не говорил. Даже так. Вы ушлось меня однажды об этом им сказали. Ребята, ну, имейте все-таки совесть. Все-таки, ну, мы уже встали от ваших требований на Бессаравии и Бухарии. Давайте посмотрим, а вы получили от России. Никто никогда из них об этом не говорит. Ну, а что надо было иногда, ну, в порядке вежливость это вспомнить. Власен Георгиевич, но все-таки, давайте мы вернемся к нашей Молдавии и Бессаравии. А сейчас мы вернемся к тому вопросу, который вы поставили передо мной. Вот у меня в руках книга, моя, кстати, книга, издана недавно совсем, на которой имеется карта Бессаравии на 1812 год. А, если сказать, в 1918, ну, такая же самая карта, ничего не изменилось, хотя, на протяжении 19-го века были некоторые подвижны в границах. Значит, эта Бессаравия уже в составе России. И многие думают, что вот эта Бессаравия, вот эта территория входила в состав Молдавского княжества накануне войны 6-го, 12-го года. Не многие даже, а подавляющее большинство людей. К сожалению, в молдавских учебниках не разъясняют, а что же было в действительности. А в действительности было следующее. На севере находилась Хатинская рая, которая подчинялась турецким властям, и где проживало довольно значительное турецкое население. И что важно, это были территории оторванные от Молдавии. Ну да, они взяли территории у Молдавии после 711-го года. Большинство там было русских, русинов и молдаван, точнее, молдаван и русинов, будет правильно, молдаван было больше. Но известные турецкие мечети и даже в селах, не только в Хатине. Далее центральная часть, центральная часть, это примерно 47% этого междуречья входило в состав молдавского княжества. Далее Миндерская рая преобладанием мусульманского населения, были там и молдаване, еще дальше жили Ногайцы, Ногайская ханство, Буджавская, и еще южнее это были Акерманская и Измалийская рая. Значит, если взять всю эту вот территорию, которая потом будет называться Бессарабией, то только 47% вот этой территории входило Молдавское княжество. В целом, в начале 19 века мусульманское население превышало население христианское, православное. Такая была картина, особенно в городах. В городах мусульмане превосходили христиан в два раза. Ну, города какие, ну, Жахатин, Бендеры, Акерман, Измаил. Это были крупнейшие по тем временам города. Это были крупнейшие города Междуречья. Такая была картина до войны 1816 года. Шестого года. Извините, шестого года. Значит, ну, задача в лесах властей заодно не заключалась в том, чтобы собнуть северные рая с южными и превратить всю территорию в Пашалык. Пашалык это территория подчиняющаяся османским властям. Ну, этому воспрепятствовала Россия в процессе русно-турецких войн 18 века. Владислав Акеримович, а как обстояли дела с безопасностью населения? Вот жили себе люди, растили детей, занимались хозяйством, жили они хорошо, спокойно, были уверены в завтрашние дни или иная была ситуация? Это же была система османского господства. Вот эти территории север и юг, они полностью подчинялись османским властям. А вся территория молдавского княжества находилась в ассальной зависимости от Турции. Что это такое? Молдавия должна была платить Турции дань. Что такое дань? по состоянию на 1800-й год турецкий салтан получал от Молдавии половину дохода, вы представляете, что это такое? Половину дохода княжества. 20% получали господари, фонариоты и казна, и 30% бояли церкви. Фонариоты это господари, которые приезжали из Константинополя и покупали молдавский престол. Зачем они его покупали? А для того, чтобы получить доход. Значит, очень сильный налоговый пресс. Они должны были в течение двух-трех лет окупить свои расходы. Они брали взаймы у константинопольских банкиров и должны вернуть в карманчик немалую сумму. Так было положено. Значит, система господства османов в этом регионе заключалась еще и в следующем. Молдавское княжество должно было поставлять разные материальные поставки. Зерном, скотом. Молдавские крестьяне должны были ремонтировать или строить турецкие крепости. Это работа. Их надо было отрывать от своего дома. Молдавских крестьян посылали на работы за Дуна. Это система орахис, на сельскохозяйственные работы в имениях турецких феодалов. Но, пожалуй, самое страшное, это, конечно, дикие турецко-татарские набеги. В 18 веке было семь крупных набегов, в которых участвовали десятки тысяч турок и татар. Десятки тысяч. Ну, что значит, на страну набегает 20-30 тысяч людей, а не хватает, ни с чем не считает, убивает, не только воровывает, они берут в плен местное население. Во время набега 1770 года было взято в арабство 16 тысяч жителей и проданы на невольничественных рынках Измаила, Киреи и Акермана. Что это такое? Представить сейчас трудно, но это было так. Ну, обычно говорят, что вот после 18 века больших набегов, да, больших набегов не было, но были малые набеги, в которых участвовали сотни, сотни турок. Вот, я здесь книги привожу набег 1800 года, когда из Бендер вышла аромада турок, 400 человек, и они захватили территорию на Куревляна, а грабили и местные села. Естественно, убивали, грабили, насиловали. Они вопреки даже турецкому султану это дело. Они нарушали соглашение. Но их не наказывали. Их не наказывали. Каждый аша был маленьким хальком. Он не подчинялся особенно центральной власти. В том же году другой набег на Хатерничанский уезд или сыну молдавский. В общем, такие малые набеги они сохранялись до шестого года. И они иногда и по несколько раз в год могли осуществлять. Они обычно делали набеги после сбора урожая. Они знали, что молдаванин собрал урожай и можно за счет его поживиться. И вот набегает 400, но 400 это, конечно, не 30 тысяч, но 400 это даже не 400. Но это крупнейшая банда. Даже не 4 человека, даже 4 вооруженных могут целое село ограбить. Даже 4, если тебе без оружия. Представляете, что это такое? Но, видимо, не только из Бендер выходили турки. Скажем, те же нагайские татары нападали на Молдавию. Они были даже еще более дитие. Вот одно время, понимаете, было 200 тысяч нагайцев. 200 тысяч. А их было больше, поменьше, там были переселения, но нормы до 200 тысяч их нагайцев, которых в Лизоне было очень сложно. То есть, если перечислили все проблемы, которые были несчастны у Балдаванина, то это будет очень много. То есть, это ад, в первом смысле слова. самая незащищенная часть молдавского княжества. Вот именно центр Междуречия, еще не писали. В Лизараде называлась южная часть. Ну, и поэтому вот эта зона, если делить молдавское княжество на три части, значит, западная часть от Арпад до Сирета, центр между Сиретом и Прутом, и восток от Прута до Днестра, эта часть наименее заселенная и наиболее уязвимая. Она больше всех стремилась избавиться от турецкого господства. Поэтому тут и развитие медленнее всего происходило. Было медленнее, конечно. Они больше всех мечтали, чтобы с турками было покончено. Вот надо это все себе хорошо представлять. Самое главное в то время было освобождение от Османского Господства. Вот такова была задача дня. Ну Россия вела ряд войн, так называемые русско-новеские войны. В процессе их, например, благодаря России какие-то территории Молдавия получала обратно. Ну вот Хатарничанский сынок его получила Молдавия после Кичу Айнаджижского мира и Айналы Авасской конвенции. Ну сложная для нормального войны. Это для наших телезрителей 1774 или 1779 благодаря вот этой конвенции прежде всего Молдавия получила целый ценут Хатарничанский небольшой там всего 15 сел. Это примерно в районе Новых Анен, да? Это в районе южнее южнее запад Небендер. Вот ближе к вашим Каушанам среди века. Между Каушанами и Новыми Небендерами. Вы из Каушан на слово я понимаю, да. Но Каушаны были столицей нагайских татар. Их можно назвать татарами, но нагайцы и татары разные народности. Они говорили... Но в Молдавии их называли татарами, в общем-то. Да, их называли татарами, но и Нахаями тоже, Нагаи. Вот эти Нагайцы они подчинялись Крымскому ханству, но после ликвидации независимости Крыма они стали подчиняться напрямую османским властям. Их Анчатина выселили в 1807 году. Мусульманское население, я уже говорил, пока еще превышало до войны христианское. И выселение дурок и Нагайцев, конечно, для Молдаван имело огромное прогрессивное значение, я не боюсь этого слова, прогрессивное. Они наконец вздохнули, боже мой, завтра не придет Наталья, не заберет жену, дочь и не уволочет их, понимаете, на него лечить и рынок, и там сам же будет потом у нее выкупать. Было такое, что молдаване упали свои в рот, на этих рынках приходили туда, и такое было. Вот этот момент, он чрезвычайно важный, но его обычно сейчас как-то не подают, потому что румынским историкам важнее другое. Показать? Это их территория, но ведь она же не была их территорией. И, Владимир Владимирович, ни в коем случае не допустить, чтобы румынский читатель, румынский телезритель, молдавский читатель, молдавский телезритель видел Россию в положительном свете, чтобы хоть что-то хорошее сделала Россия для молдаван. Точно так же они замалчивают, потому что более третьей территории России они получили благодаря России и СССР, точно так же они стараются замалчивать несомненно прогрессивное значение. Вот в этом день. Я вспоминаю международную конференцию по случаю 200-летия Бухарестского мира 1812 года. Я не помню, вы бы участвовали или нет. Я в той не участвовал. Не участвовал. Ну, в общем, она проходила... Оганизованной Институтом Истории. Да, она проходила в Тишиневе и в Ясах. И я помню русофобский подход. Я участвовал в десятках международных конференциях. За такой русофобской конференции я просто не встречал. Мы наши российские делегации, но я не помню, сколько нас там было, опять или иначе. Мы были мои коллеги из России, они были ошарашены. Я не был ошарашен, я уже этими делами занимался, с ними дискусировал многократно, но они были просто ошарашены. Чего вдруг? Чего вдруг? освободили территорию от османского господства. Люди стали жить. А собственно, благодаря России возникло румынское государство как таковое. Это потом, да, не без этого. А пока мы находимся в 1812, я не буду рассказывать. Но я хочу нашим телезрителям сообщить одну вещь, что в том же году, эта конференция проходила, если я не ошибаюсь, в мае 2012 года, но за месяц до этого мы с вами проводили конференцию в Кишиневе, в которой принимали участие историки из 12 стран. В этом смысле она была несравненно более представительная, чем конференция, организованная Институтом истории и вместе с румынскими историками. И хочу вам сказать, что ни о какой русофобии или какой-либо фобии, ксенофобии на нашей конференции не было. А господствовала дружба и взаимопонимание. Да, можно так сказать. Но та конференция, в общем-то, была многим межпрецидентом, а мы сейчас тоже много людей изгнала огромная книга в 20 лет. Но в основном румыны и наши молдавские историки на конференции, которую проводила наша ассоциация историков и политологов за месяц до этого участвовало меньше людей, конечно, но представительство было в несколько раз более широкое. Ну, в общем, дело в том, что книга вышла, и можно пользоваться, можно читать. Я думаю, ну, ну, 90, а может быть, ну, может быть, 80 процентов, но носили явно не русский характер. Вот это надо иметь в виду, причем наши, если можно выразиться, молдавские истории, особенно старались, ну, чтобы показать Бухаресту. Но они неофиты, а неофиты, они, сами знаете, святее Папы Римского. Там всякие люди есть, там были люди, которые были достаточно хорошо подготовлены. Один из ведущих инквизиторов Тарквимада был крещеным евреем, и он должен был показать всему христианскому миру, что он более католичен, чем сам Папа Римский, и по его инициативе были изграны евреи из Испании, 500 с чем-то лет тому назад, и христианизированные мусульмане, так называемые марийские. Поэтому неофиты, они всегда еще хуже, чем те, которым они хотят подражать. И в этом смысле всегда приводятся слова Ленина, но они, по-моему, соответствуют не только русским, или, скажем, ситуации в России в то время, но в любой стране, что русифицированный нацмен, он хуже худшего русского держиморда. В этом смысле наши молдавские неофиты, которые выдают себя за румын, они в сто раз хуже, чем любой румынский националист. Я вам более того скажу, что я тоже общаюсь со многими румынскими историками, по моим проблемам приглашаю людей сюда в Кишиневно организованных нами с вами конференциях, и они очень приличные люди, эти румынские историки, очень приличные. Я думаю, что вы правы, потому что конечно, тогда на той конференции именно кишиневцы, не все, конечно, именно кишиневцы очень старались, очень старались в этом плане, вот, чтобы доказать, что вот плохая Россия, ничего в исследовании не надо доказывать, надо историю исследовать, а не доказывать. Ну, ребята хотели выскочить с собственной шкуры, конечно, но вернемся к нашей теме, была Румыния, и за Ащи был Ам. Вот, другое дело, что ими не были анкредные, многие анкредные историки, я же их тоже, многих очень знаю, сейчас, может, молодежь появилась, с которыми я не знаком, но вообще-то, ведущих историков в Румынии, я, пожалуй, всех знаю, вот, всех академиков, всех ченкоров и так далее, вот, да, и дело не только в дипломах, а в дипломах же есть, историки очень крупные, без дипломов, но хорошо знающие проблему. Значит, вот эта конференция, она мне очень запомнилась, вот, в том плане, что так нельзя поступать, так не делают, и там, с их стороны, это звучало слово репире, репире, ну, похищение, такое. Значит, это то, что касается вот некоторых вопросов, связанных с ликвидацией прежде всего Османского господства, их это мало интересовало, их интересовало другое дело совсем. Значит, Месарамия была по началу южная часть Междуречи, называлась Месарамия и южная часть. До начала 19 века, скажем так. До 1812 года. В 12-м году этот эмель распространили на все Междуречия и получилось следующее, если центральная часть Междуречия оторвалась от Западной Молдавии, то зато она соединилась с Южным частью Междуречия и северной частью. Когда ушли турки и катары, там прям в глаза уже молдавское население. И еще во время русско-турецкой войны молдавские законы были распространены и на эту территорию. Там было христианское население, 200 приходов. Вот здесь у меня есть целая голова в этой книге о церковных связях. Я ее представлю нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, в этом году 8 августа в Кишиневе состоялась презентация книги Владислава Кимча Гроссу, последней его на данный момент монографии. Мы уверены, что не последней в принципе. Мы еще ждем от вас многих-многих работ. Книга называется «Бессарабия в новое время в международных отношениях». Я правильно по памяти? «Бессарабия в международных отношениях в нового времени». Да, вот так правильно. Эту книжку вы можете найти во всех основных библиотеках Молдовы. Уважаемые телезрители, рекомендую вам ее. Я уверен, что если вы любите историю, вообще историю Молдавии в частности, вы получите гигантское удовольствие при чтении этой книжки. И когда вы закончите читать на последней странице, вы пожалеете, что она так быстро закончилась. Так что, Владимир Владимирович, мы ждем от вас новых работ. Спасибо, Сергей Михайлович, что вы на меня еще надеетесь. Но помяните, что мне уже немало лет все-таки. Дай Бог вам здоровья. Вот так что. Вот мы вернемся опять к 2012 году. Если оторвались от западной Молдавии хотя не было китайской стены, тогда спокойно можно было и не езжать туда, обратно. Вот. Потом появились уже паспорта, но их тоже нетрудно было получить в то время. и в результате слияния вот этих всех территорий северных края, южных края, нагайских территорий была образована новая историческая общность под названием Бесарабская область, которая, в общем-то, с востока имела возможность поддерживать связи уже с молдаванами России по левому берегу Днистра. Их тогда было там довольно большой процент. О том число их, точнее, не число их, а их процент сократил. Там преобладало вначале вообще молдавское население в так называемой очагах земли. Поэтому надо учесть следующее. С одними оторвались, а с другим пришли. И здесь не только негатив, вы понимаете, здесь и позитив, хотя можно по-разному это трактовать, но это все-таки да. Бессарабия в 1813 году получила временные правила своего управления, и это фактически уже была автономия. В общем, на молдавских основах. На уровне Аколов, это вроде районов, и на уровне Цинутов, ну, практически их точки зрения законности ничего не поменялось. То есть действовали молдавские законы? Молдавские законы. Причем местные власти посылали своих представителей в молдавское княжество, в Ясса, которые изучали молдавские законы, молдавские обычаи, молдавские обычаи, ими руководствоваться при управлении этой территорией. Была такая ситуация. Вы... Ну, и большинство управленцев непосредственно в Бессарабской области тоже были молдаванами, если мне память не изменяли. Да, в начале было так. И в Центральной Бессарабской администрации молдаване уже преобладали в начале. Ну, это 1812-1813 год. Во временных правилах управления Бессарабской областью указано два официальных языка молдавский и русский. Именно молдавский по порядку. Именно молдавский и русский. Он упоминается несколько раз, где-то так, где-то этот. Это вам свидетельство, что у нее Севисарен Сталин изобрел молдавский язык. Вообще-то наши телезрители наверняка знают, что термин молдавский язык появился еще в раннем средневековье. Ну, конечно. А у Григория Уреки он только молдавский и даже в летописи у него есть о нашем молдавском деспрелимбануастромолдовиняске. Пентру. Пентру. Интересно. А у Мирона Костяна деспрелимбануастромолдовиняске. Интересно. Я вот первый, я не знаю такое выражение. Пентру. Пентру. Вот почему-то вот или если взять я не знаю и он и не общий. Ну, наверное, товарища Сталина в 16-17 веках еще точно не было. Ну, видимо, он был запроектирован вот некоторыми историками в это время. Возможно. Значит, официальный язык и молдавский, и русский во временных уже правилах. В 1818 году была принята очень новая конституция, можно сказать, даже конституция устав образования Бессарабской области. Где-то уже раз в 20 упоминается термин молдавский язык и ни разу не упоминается румынский язык. Румынский язык. Власий Лакимович, вот по поводу языка мы нашим телезрителям объяснили, выточнили. Но каковы были последствия экономические, социальные для вот жителей этого края? Каковы были демографические последствия объединения Бессарабии с Россией? Что получили простые люди? Сергей Михайлович, об этом как раз я хочу немножко поговорить. Значит, вот тогда все эти земли объединились, был сформирован Бессарабский внутренний рынок. И можно было спокойно, без таможня, мы были же раньше таможни, без таможня, из Хосина приехать в Измаил и там продавать свои товары. Или наоборот, сформировался единый Бессарабский внутренний рынок пока между таможнями на Пруту и на Днестре. До 1813 года... 30-го, по-моему. Извините, до 1830-го года было две таможни. Было две таможни. В 30-м году ее реквизировали таможню на Днестре. и можно было уже спокойно торговать с Россией без ничего. Без никакой оплаты. А также за границей через Одесский порт? За границей, конечно. Одесский порт начинает играть все больше и больше значительную роль постепенно. Но ее роль особенно усиливается после создания железной дороги в 1879-м году. Значит, с точки зрения экономики Бессарабия потеряла внутренние таможни. Волгавском княже они сохраняли до начала 30-х годов внутренние таможни. И, кстати, благодаря России киселеву. С точки зрения освоения земель, ну, поскольку уехали татары, турки, нагайцы, освободились огромные, я же вам говорил, что больше половины территории это были у них. Огромные пространства, недей мало. Ушкин даже в 20-м году писал, что я устынная страна. В 20-м году он ее в ней идет не о центральной Виссара, в ней идет прежде, еще о юге. там решили поселить выходцев оттуда они хотят. Но главное православных и христиан. Христиан, конечно. Мусульман уже практически не осталось, там они буквально единицы, и поэтому приехали и болгары, и договозы, и немцы, и там албанцы в Каракурте, и даже село Чехов было, Голубое называлось. В общем, заселялили территорию, поскольку этот район был в стратегическом плане очень важный, и на случай военных действий надо было иметь людей, которые бы помогали поддерживали бы армии, но говорить о том, что это досталось только выходцам из-за рубежа, это неправильно, хотя из-за рубежа вместе с Балгарами приехали некоторые молдаване, которые выезжали от военных действий, такое было, и они попали в число колонистов, и получили по 60-10 земли от иностранных колонистов. Ну и на юге Бессарабии до сих пор много молдавских сел. Да, есть молдавские. Это те поселенцы, о которых вы говорите. И есть поселенцы, которые пришли в процессе русско-турецкой войны, они переселились, и значительные территории захватило молдавское боярство в этих землях, то есть там были не только переселенцы и за границей. Ну и эта территория в экономичном плане получила ряд важных преференций. Ну представьте себе, уничтожили дань Турецкому султану. То есть 50% доходов оставались у самих людей. Да, понимаете. Уничтожили фонариотский режим. Фонариотов нет. Ну приехали русские чиновники, налоги в пользу России были маленькими по сравнению с налогами. Ну в разы меньше, скажем. В разы, потому что такая была система, понимаете. В России налоги были намного меньше. А колонисты вообще освобождались, если меня парень не смеет. На некоторое время, да, на некоторое время они освобождались вообще от налогов, когда они занимались обустроительством. От рекрутской повинности. От рекрутской повинности на 50 лет, хотя фактически получилась, значит, в 74-м году Молдава начали призывать русские армии, но это уже была другая армия, другой службы. 6 лет служить надо, не 25, не 20, а там было одно время, а всего мой дедушка служил 6 лет. Мой прадед, мой прадед тоже участник русско-турецкой войны 77-78 годов. Мой прадед тоже участвовал в этой войне. Да, он участвовал в этой войне, мой прадед. Значит, здесь экономичное развитие шло в принципе быстрее, в общем, лучше, чем в княжестве. Княжество еще платило дань, и Румыния платила дань туркам до 1877 года, значит, Румыния стала независимой в условиях русско-турецкой войны 77-78 годов, это надо иметь в виду, благодаря России, если она пошла. Вот, ну и потом все прекрасно знали, что молдаване по левому берегу круто, христиане жили намного лучше, чем по правому. И поэтому... И вот в демографическом плане, вот это экономический рост, как он сказался? В демографическом плане население Миссарабии с 1812 года до 1918 увеличилось с 240 тысяч до примерно трех миллионов. Более, чем в 10 раз. если население Миссарабии 12-й год уступало населению княжества, ну, примерно в 4 раза, то в начале 20-го века уже превзошло и не только за счет эллисиненцев, но и за счет естественного прироста. И потом, если в начале боялись, старались привезти крестьян молдавских из Миссарабии в княжество, по их экономическим собраниям, потом ситуация резко изменилась, особенно в 1821-м, когда опять пришли турки в княжество и началось массовое бедство. То есть, я поясню нашим телезрителям, что в 1821-м году произошло восстание Тудора Владимирецкого в Валахии и после его подавления турки устроили ужасные репрессии в Валахии и в Молдавии, людей убивали тысячами, сажали, в самой дикой форме сажали на кол, опять-таки произошло то, о чем вы говорили, массовое насилие, убийства, грабежи и так далее. И тогда люди могли сравнить. А вот турецкое господство, а вот русское. Ну, Россия это не рай земной, естественно, свои проблемы, но это не турецкое господство, понимаете, это не те формы. Владимир Владимирович, а вот, скажем так, в целом выросло население Бессарабии более чем в 10 раз. А что вы можете сказать о численности собственно молдавского населения? Ну, в общем, из них вот молдаване в общем половину составили. Вот этого роста, если взять, понимаете, половина это другие национальности, половина это молдаване. И рост населения молдавского был значительно больше, чем в той Молдове, в Румынской Молдове. В этом случае надо еще иметь в виду следующее. Ну, крестьянство жило не сладко, как известно. Мы классировали людей там и здесь. Но все-таки система эксплуатации в Румынии была жестче, чем в России. И поэтому, хотя и здесь были крестьянские выступления, но не такие мощные, как в Румынии. в Румынии подавлено было восстание вооруженной силой, были убиты и ранены в 1888 году это восстание. Было, конечно, знаменитое и славутое восстание 1907 года. Бежали румынские крестьяне в России. Уже в 1907 году? В 1907 бежали в России и просили помощи русского царя. Вот я в этой книге привожу материалы русского консула в Ясах, Гирса, где он пишет, что приходили к нему представители десятков сел Молдовы с просьбой к русскому союз освободить их. Владиславович, они только простые крестьяне. Хочу сказать, что и монахи молдавские переселялись из княжества в Бессарабию. Да, это особый вопрос. Это прежде всего судьба нямистского монастыря, знаменитейшего монастыря Молдавии с огромными заслугами. И вот они основали новонямецкий монастырь. Им пришлось бежать в район Бендер и Копанки, Исканах основать новый нямецкий монастырь, где они получили землю. Который существует по наше время, один из красивейших монастырей. Время была огромная библиотека, хороший архив, который сейчас пишенев. И последнее, буквально, у нас осталось буквально 3-4 минуты. Что вы можете сказать о просветительской деятельности выдающегося нашего земляка Гаврила Бенулеску-Бадони? Основателя и Паши. Самая крупная церковная величина Молдавии. Ну, зависит от периода. Именно после 1812 года, конечно. Он же был митрополитом. Вот его некоторые наши оппоненты представляют как великого румына, проводника идеи румынизма и так далее. Я ни разу не встречал в работах о нем. Так получилось, что мой родственник Арсений Стадницкий по линии жены написал о нем книгу большую. Ни разу я не встречал, чтобы он писал о себе что он знает румынский язык. Он в основном отреблял молдавский. Терри румынов отребляет, но не по отношению к себе, по правде говоря. Вот, я имею в виду Стадницкого. А Бенулеса в Адоне никогда не отреблял значит, термин румынов отношение к себе. Никогда. А в чем его заслуги перед молдавской культурой, духовностью? Он сыграл расцветительскую роль. Он был потомком молдаван, который родился в Ральселивании, но он был на сто процентов православным, он был против применения латинских букв в молдавском языке. Он запретил ввоз в Молдавию книг отпечатанных латиницей. А сам организовал? Латиницы. А что он организовал? А он организовал Молдавию семинарию в 1813 году, которая готовила кадры священников. Он организовал типографию, мощную типографию, которая обслуживала своими книгами и Молдову, и Волазь, и Севаль. Именно на молдавском языке? Именно на молдавском языке. Именно на молдавском языке. Ну и потом он, конечно, способствовал родическому десятку церквей, где служба была на молдавском языке. Владислав Анатольевич, огромное вам спасибо. К сожалению, стремительно очень наше время истекло. Я надеюсь, это не последний раз, когда мы с вами встречаемся в нашей студии. Уважаемые телезрители, огромное вам спасибо, что вы нас слушали. И я надеюсь, что с Владислав Кимчем, с другими интересными людьми мы с вами встретимся еще неоднократно. Еще раз вам спасибо. До свидания. Будьте здоровы. Спасибо за субтитры Алексею